Привет всем! Сегодня, прерывая длительное молчание в плане лекции, мы решили, что пора, пора уже наконец записать полноценную лекцию, а не просто влоги. И нам очень повезло, как раз недавно, сколько, месяц назад, я была приглашена в университет Канцей Гакуин прочитать лекцию о гендере и бодхисаттвах. И на основе этой лекции я хочу записать сегодняшнее видео. Но прежде чем мы начнем, нам нужно сделать одно важное объявление. В этот раз мы выкладываем только первую часть лекции про Канну. Следующую часть про Джизо нам еще нужно смонтировать. Мы постараемся сделать это как можно скорее. А потом мы возьмем две эти части и объединим в одну. С русскими и английскими субтитрами. На эту лекцию у нас и наших добровольных помощников ушло очень много времени и сил, потому что мы хотим как можно сильнее приблизить эту лекцию к тому стандарту, к которому мы, в общем-то, и стремимся. Ну, нельзя сказать, что она полностью лишена каких-то шероховатостей, но по-прежнему, я думаю, мы уже ближе к идеалу. Именно поэтому нам нужна ваша помощь, дорогие зрители. Что вы можете для нас сделать? Конечно же, лайкать нас, подписываться. Когда подписываетесь, нажимаете на колокольчик, выбирайте все. Так вы сможете видеть вообще все наши видео и ни одного точно не пропустить. Это, конечно же. Но, помимо этого, пожалуйста, пожалуйста, распространяйте нас в соцсетях. Чем больше людей нас увидят, тем больше людей получат доступ к нашему контенту. А я думаю, он будет интересен людям, которые интересуются Японией и религией, и японской религией. Так что мы очень-очень-очень на вас надеемся. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо вам большое заранее. Для начала я хочу сразу оговорить два момента. В рамках этой лекции я буду говорить именно о гендере. Я придерживаюсь такой терминологии, что пол относится скорее к биологическому, к биологии. А гендер – это скорее социокультурное понятие. И сегодня мы будем говорить именно о социокультурном, социокультурных понятиях, потому что, на мой взгляд, говорить о биологическом поле применительно к бодхисаттвам и тем более к статуям, изображениям бодхисаттв – довольно странно. А вот социокультурный аспект – это именно то, что нас интересует. Во-вторых, я буду говорить именно в разрезе народной веры, так сказать, реально в народе практикующегося буддизма. То, как это отражается в сутрах, это уже совсем другой вопрос. И сразу же, будды и бодхисаттвы находятся выше наших представлений о реальности и личности. Можно сказать, что они, понятное дело, не привязаны к биологическому полу, потому что у них нет биологических тел. Но и к гендеру они не привязаны, они находятся выше этих представлений. Тем не менее, нам приходится приписывать им гендер, потому что нам необходимо видеть их личностями. А гендер – это одна из главных черт, с которой создается образ человека. Как-то ни странно. И в большинстве случаев, когда мы говорим о буддах, о бодхисаттвах, гендер, которым мы их наделяем, – мужской. Почему так происходит, я на этом особо останавливаться не буду, потому что это тема для отдельной лекции. Но если вы посмотрите на жизнеописания буддх и бодхисаттв до того, как они достигли просветления, или на то, как они воплощаются, чтобы, допустим, помочь нам как-то направить на путь истинный, то вы заметите, что в большинстве случаев речь идет именно о мужчинах. Но нельзя сказать, что это обязательно. Просто можно сказать, что будда и бодхисаттва являются мужчинами скорее по умолчанию. Конечно, довольно трудно представить буддушекиамуни в виде женщины. У нас в сознании уже превалирует образ индийского принца. Но если так уж необходимо, то нельзя сказать, что это невозможно. Есть, кстати, весьма фемининные образы буддушекиамуни, и ничего, тоже вполне себе почитаемо. Но бывают такие случаи, когда гендер очень сильно влияет на образ и, ну скажем, на положение бодхисаттвы в народном буддизме. И сегодня мы как раз поговорим о двух таких случаях. Мы поговорим про Каннон и про Джизо. И начнем мы с Каннон, она же Авалы Кетишвара, она же Гуанинь. Изначально Авалы Кетишвара ничем особо не отличался от других бодхисаттв в плане гендера. Первое появление в сутрах описывает Авалы Кетишвару как воплощение милосердия, сострадания. Это бодхисаттва, который появляется в 33 обличьях, чтобы спасти всех живых существ. Феминизация Авалы Кетишвары начинается, по всей видимости, в Китае. В Китае Авалы Кетишвара известна как Гуанинь. И здесь по некоторым теориям, когда культ Авалы Кетишвары проник в Китай, он попал под влияние даосизма, в котором как раз существовали не только мужские божества, но и женские, и до сих пор не совсем понятно, какие именно женские божества могли повлиять на образ Гуанинь, но, скорее всего, они повлияли по совокупности. И Гуанинь уже стала приобретать несколько фемининные черты. Потом очень популярная стала легенда Мьяо Шань. Я искренне надеюсь, что я произношу это имя правильно, у меня не очень хорошо с китайским произношением. Мьяо Шань, по религенде, была принцессой, которая очень заинтересовалась буддизмом и решила уйти в монахини. Ее отец был очень этим недоволен и сначала приказал, чтобы дочери давали исключительно самые тяжелые работы, надеясь, что так как она принцесса, она сразу передумает. Она не передумала. И тогда отец настолько разозлился, что приказал сжечь монастырь. Но сжечь монастырь не удалось, опять же, потому что благодаря уже божественному вмешательству его дочери, которая погасила пожар с помощью ивовой ветки. Потом он пытался казнить дочь, но здесь у него тоже ничего не получилось, как выяснилось, ее крайне трудно казнить. Ее удалось удушить, но когда она попала в ад, она его испортила до такой степени, что он стал напоминать филиал рая. И лично правитель ада восстановил ее жизнь и отправил ее обратно. Впоследствии она жила как простая монахиня, но тут ее отец заболел, и ему сообщили, что спасти его может только эликсир, сделанный из руки и глаза человека, у которого к нему нет никаких негативных чувств. И такой человек на всю его страну оказался только один, его дочь. Она с радостью отдала и глаз, и руку. И когда отец узнал о том, кто его спас и раскаялся, дочь превратилась в тысячеруку и тысячеглазую гуанинь. Есть много разных вариантов этой легенды, но все варианты вполне очевидно говорят, что гуанинь и вот это мяо шань это одно и то же. Легенда о мяо шань становится невероятна. Популярной. И, насколько я помню, первые упоминания относятся где-то к веку, это к седьмому. И впоследствии все чаще и чаще гуанинь начинают изображать как знатную китайскую девушку. Уже к шестнадцатому веку, когда было написано классическое китайское произведение «Путешествие на Запад», эта феминизация, по всей видимости, практически завершилась. Потому что в путешествии на Запад гуанинь уже изображается как бодхисатва-женщина. В Японию гуанинь, каннон, пришла в шестом веке, но тоже, по всей видимости, из-за влияния из Китая, а также из Кореи, она все сильнее и сильнее приобретала черты женщины. Если изначально мы еще видим статуи, например, с усиками, то чем ближе к нашему времени, тем больше изображений каннон, как все той же знатной китайской девушки. Все тоже весьма растиражированный сейчас образ. И одновременно с этим в Японии каннон становится невероятно популярной в народе. Практически в каждом храме есть изображение каннона, есть масса святилищ, посвященных каннон практически в каждом населенном пункте. И давайте сейчас рассмотрим, как образ каннон как женщины поспособствовал этому распространению, как он мог поспособствовать, какие черты могли к этому привести. Итак, как вообще гендер влияет на образ? В чем это влияние? Во-первых, материнская фигура. Во-вторых, каннон может выступать как женщина-профессионал, так же, как компаньон женщин. И в-третьих, может происходить сексуализация образа. Вот давайте третьих аспекта и рассмотрим. Начнем с материнской фигуры. Как вы, наверное, знаете, богиня-мать – это один из древнейших культов, пожалуй, самый древнейший. В очень многих культурах образ матери священен. И изображение каннон как матери, как такой универсальной матери для всех, очень поспособствовало ее популярности. Кстати, этот образ очень интересно повлиял на то, что каннон использовалось в качестве такой прокси-божества у японских христиан. В Японии довольно долго, продолжительное время были гонения на христиан. Им приходилось маскироваться. И, как выяснилось, каннон прекрасно выступает в качестве замены Деву Марии. Ее можно изображать, в том числе и с младенцем. и прекрасно выглядит. Каннон, кстати, очень часто изображают с младенцами. Довольно много таких статуй можно увидеть. Получается, что это восприятие, опять же, связь каннон с материнством, связь каннон с деторождением тоже способствовала ее популярности. Во-вторых, и это тоже очень важно, здесь тоже имеется связь с материнством, со всем. Каннон у нас выполняет женскую работу. Многие ее функции в народе связаны с тем, что выполняют женщины. Например, она может выступать в качестве свахи, ей молятся за удачное замужество, она может выступать как повитуха, к ней обращаются по вопросам зачатия ребенка, вопросам безопасного деторождения, по вопросам воспитания детей, здоровья детей, опять же. И она выступает как целительница, она занимается лечением многих болезней. Она выступает, опять же, как компаньон женщин, поддерживает их в их ежедневной работе. И здесь я бы хотела привести два очень интересных случая из моей полевой работы. Однажды мне удалось найти Каннон-Ко, это собрание верующих, посвященное почитанию Каннон, которое состояло из женщин. Ну, оно очень часто, именно Каннон-Ко очень часто состоит исключительно из женщин. В этом Каннон-Ко женщины были очень пожилые, некоторым было уже даже за сто лет. И мне удалось послушать про их опыт, как они вошли в Каннон-Ко и как в годы их юности это воспринималось, воспринималось именно почитание Каннон. И они мне рассказали, например, что слышали от, когда они выходили замуж, они слышали от своих матерей. Это, по-моему, мне две, две респондентки мне это рассказали. Они слышали от своих матерей, что если у них в браке возникают какие-то проблемы, и тем более, если возникают проблемы со свекровью, то нужно идти молиться Каннон. Почему? Потому что Каннон женщина, и она поймет и не осудит. Ей можно рассказать все, как есть полностью, можно рассказать, как ты ненавидишь свою свекровь, как тебя достал свой муж, и не получить за это никакого наказания, не получить осуждения, наоборот, получить помощь. Вот такое интересное восприятие. Как вы понимаете, мужчине бадхисатве такого не расскажешь. И, во-вторых, мне рассказывали про паломничество по 33 Каннам, которое во многих местах существует, и в том числе у нас в Сэндайе тоже есть паломничество. И особенность нашего паломничества состоит в том, что его можно довольно быстро завершить. На него уходят, ну, за неделю-то точно можно обходить, даже меньше, там, 2-3 дня, если в очень хорошем темпе. И мне рассказывали, что где-то, опять же, в начале 20 века было принято посылать молодых матерей, которые только родили ребенка, и, по всей видимости, страдают после родовой депрессии, посылать их в это паломничество с ребенком и с несколькими другими молодыми матерями из того же района. Почему именно Каннам? Потому что предполагалось, что, опять же, женщина помолится за благополучие своего ребенка, за благополучие своей семьи тоже. Но это путешествие на самом-то деле выполняло роль такой рекреационной поездки и возможности познакомиться с другими молодыми матерями, обменяться опытом. То есть, по всей видимости, тогда уже понимали, что после родов женщина может чувствовать себя плохо, может чувствовать себя угнетенной. И возможность послать ее в такое путешествие до Тины, это, понятное дело, денег. Это, скажем так, таким образом можно было устроить этой девушке отдых, не объясняя семье, почему на нее вообще нужно тратить денег, потому что дело-то богугодное, поехало в паломничество. Вот такой вот интересный момент. Как вы понимаете, опять же, пол, вернее, гендер Каннон в данном случае играет довольно большую роль. И, наконец, сексуализация образа. Существует какой-то ряд легенд о том, что Каннон может наградить своих почитателей, поощрить их сексуально, мужчин, понятное дело. Наиболее известная мотив, ну, легенда с таким мотивом, это история Щинрана и его жены Эшинни. Щинран это основатель школы Джодо Щинщу. Изначально он был монахом в Тэндэйщу, но по разным причинам он ушел с горы Хиэй, центра Тэндэйщу. и одной из причин, почему ему не удавалось найти себя в рамках Тэндэйщу было то несовпадение, которое он видел в плане отношения к сексу. С одной стороны, для монахов отношения с женщинами были под полным запретом, монахи соблюдали целибат. С другой стороны, все знали, что у высокопоставленных монахов на горе Хиэй есть тайные жены. Но эти тайные жены были не таким уже секретом, все о них знали. И Щинран для себя столкнулся с проблемой, что с одной стороны, он, будучи мужчиной, не может подавить себе полностью желание, с другой стороны, он не хотел нарушать правила, он не хотел содержать тайную жену. И однажды, когда он находился в медитации, к нему пришла Каннон и предложила ему стать его женой. Сказала, что если он не может побороть себе желание, то она придет к нему и станет его женой и будет его направлять в качестве жены. И впоследствии, когда он ушел, на время он даже отрекся от своего монашеского статуса, он встретил простую женщину, которая как раз стала его женой, а потом она приняла монашеское имя Ащини. В ее образе он увидел черты Каннон и уверился в том, что это именно Каннон пришла, чтобы стать его женой. Эщини впоследствии поддерживал эту идею и, по всей видимости, тоже в нее вполне себе верила. И образ такой жены Бодхисаттвы очень сильно сказался и на восприятии женщины в Чудо-шинщу и вообще на образе идеальной буддистки в японском буддизме. Потому что он как бы сказать легитимизировал и поднял простых женщин, которые являются в первую очередь женами, матерями до уровня возможных Бодхисаттв. Именно обязанность женщины как жены и матери до сих пор очень сильно подчеркивается в японском буддизме. И надо сказать, что, понятное дело, раньше это был очень большой прорыв, это был очень, можно даже сказать, либеральным по тем временам, то, что женщина, оставаясь просто хорошей женой, хорошей матерью, может таким образом достичь чистой земли уже просто за эти заслуги. Но сейчас это скорее представляет некоторые проблемы этот образ. по разным причинам. Ну, в первую очередь потому, что этот образ не включает в себя во многом женщину, которая не является идеальной женой, не является идеальной матери. Ну, что еще мы можем сказать про образ Каннон? Образ Каннон как женщины очень сильно поспособствовал ее популярность в народе. Он удовлетворил потребность в женском божестве, в образе богини-матери, в образе богини-красоты одновременно, потому что именно Каннон является тем, кто может сексуально поощрить своих почитателей. В то же самое время Каннон стала символизировать идеальную светскую буддистку. Светская буддистка должна равняться на образ Каннон. Аминь.